Оригинальные накладки Subaru Outback Представляют собой вот такой вот лист Защита на месте! Ура! Да, со всех сторон одинаковые Один кронштейн крепится Есть! И в этом видео мы сделаем распаковку И установим данные накладки на места Я все покажу, как это будет происходить Вперед! Всем привет! Как недавно стало известно, я купил себе универсал Повышенной проходимости Subaru Outback И он имеет колоссально большой багажник Особенно, когда откинуты задние сидения По роду своей деятельности я использую его на все 100% Да-да, это лишь малая часть того, что приходится перевозить Но я столкнулся с такой дилеммой, что Чтобы не травмировать ни кожаную отделку, ни велюровую Мне приходится использовать защитную накидку покрывала Доставшуюся мне из лихих 90-х Покопавшись немножко в интернете Я обнаружил, что есть оригинальные защитные накладки На задней спинке сидений Но их стоимость достаточно велика И качество по фотографиям и по отзывам, я понял, весьма проигрывает Если сравнивать с американским рынком А ожидание прихода данного товара По разным магазинам, разных источниках До 35 календарных дней даже Ну, я нашел решение Та-дам! Оригинальные накладки Subaru Outback Правда, почему-то сделаны Made in Sweden Швеция Возможно, там какое-то подразделение для Subaru штампует их Но по виду они ничем не отличаются от тех американских накладок Единственное, что у меня не было возможности их потрогать Может быть, они выглядят как-то потолще И сейчас мы их вскроем и все это дело установим Да, парень? Да Итак Как мы знаем, защита прежде всего На моей машине Subaru Outback уже установлена защита Мы только недавно с пацаном прокрасили ее, зачистили Странно, что в Москве, наверное, такие реагенты, что она просто прожавела Я решил установить защиту на коробку вариатор и на дифференциал задний И уже взял алюминь 4 мм Нашел самый недорогой магазин Ну, я оставлю ссылочки, но имейте в виду, это не реклама Когда будет реклама, я так и скажу, потому что с количеством моих подписчиков мне ее просто никто не предлагает Но ничего, я надеюсь, все изменится, поэтому обязательно подпишись И поставь лайк, если понравилось Начнем распаковку Все пришло достаточно быстро Но упаковки сэкономили Ну, здесь и нечем травмироваться, в принципе, да? Угу В этом видео, кроме самой распаковки, я обязательно покажу, что именно пришло Как это собирать, мы поймем Соберем и установим прямо на машину Все это нужно будет сделать за один день Потому что мне еще делать обзор Защита дифференциала задняя, вот я ее вижу Со своими креплениями Мы пока ее отложим отдельно Меня интересует защита коробки Вот она Subaru Outback Защита КПП, алюминий, 4 мм Код Я потом оставлю ссылочку в описании Кому интересно Потому что существует масса предложений Разная ценовая политика Так, вот такие вот крепежи Так-то все достаточно качественно выглядит Представляет собой вот такой вот лист Алюминия По картинкам, кстати, вот на сайте Никогда не поймешь Как он выглядит Насколько он большой Я даже, кстати, вот в этом сайте Вот замечание ему Где будете смотреть Там даже не указано, что вот эти крепежи будут на месте Только когда мне перезвонили уточнить Стоимость там товара там И все остальное Только тогда я спросил и узнал Что оказывается все крепежи Вот они, они в комплекте Неужели так сложно указать? О-о-о-райт У нас наша любимая инструкция Я понимаю это таким образом Что алюминиевая защита Будет крепиться двумя болтами К защите двигателя А, точно С обратной стороны есть конкретная инструкция Которая показывает Как именно необходимо закрепить И получается, что лицевая сторона Это вот эта Угу Именно она будет крепиться К нашему К нашей защите картера Вот так вот наша защита будет крепиться Вот эту планку установить На штатные болты И вот вопрос вот с этой частью Как я представлял Вот эти крепления Должны заходить прямо на защиту Не знаю, насколько оно так действительно будет Вот как здесь указано на картинке То есть моя защита цепляется за защиту Которая идет к картеру На те же самые болты Просто под нее Как вот лесенкой Как елочкой Для того, чтобы вот по ходу движения Ничего не забивалось Защиты КПП разобрались Теперь у нас остается Вот этот маленький дружочек Это защита заднего дифференциала Насколько он нужен Да нужен, конечно Почему бы не защитить Днище автомобиля Потому что у нас даже на дорогах Вот сегодня я заехал в ямку на ровном месте А она оказалась глубиной Не знаю, ну, наверное, сантиметров 35 И чесанул, получается, бампером И поцарапал его Ну, хорошо, в самой нижней точке Но думаю, какого хрена оно там Если проезжать по каким-то гористым местностям Или по внедорожью А по внедорожью я собираюсь ездить Потому что этот универсант повышенной проходимости Он позволяет это делать И поэтому я буду делать это точно Все хорошо упаковано Крепежи Инструкция По инструкции мы видим, что вот эти кронштейны Должны быть Один кронштейн У нас получается она со всех сторон одинаковая, да? Да, со всех сторон одинаковая Один кронштейн крепится Вот, кстати, здесь нету больше других фотографий В этой инструкции Как это должно быть? Какой кронштейн вперед, какой назад, непонятно Все это будет понятно только, когда мы спустимся По днище автомобиля и посмотрим там Поэтому сейчас я переодеваюсь И лезем вниз Вперед! Как показывает инструкция Крепление должно находиться на местах Вот штатных болтов Я вот так присмотрелся к нему Штатные болты, которые идеально подходят Это как раз вот эти Поэтому мы сейчас будем выкручивать их И как раз устанавливать вот эту часть От нее уже исходить туда На 16 головку к нему Так, вот они наши штатные болты На которые мы будем устанавливать первый рычаг Вот здесь находится второй Они единственные, которые подходят идеально Кстати, можно заметить, как я обработал Отдавал на обработку Динитроу Он же шумоизоляция Он же защита Антикоррозийная Снимали полностью пластиковые накладки И под ним все проделали Кстати, после него я заметил, что действительно в салоне стало намного тише Работает Плюс еще я прокрасил вот саму защиту И даже пролачил ее Не потому, что я извращенец А потому, что у меня просто оставался лак Автомобильный Мне нужно было немецкий А он такой, он стойкий к царапинам Мне нужно было его куда-то деть Иначе он просто высох и все Поэтому делал Здесь мне не понравилось, что почему-то Труба, ну вот здесь она такая же блестящая А вот дальше отрезок прям ржавенький был И я подумал Как можно это исправить Купил специальную краску Она такая термостойкая Именно для выхлопных систем А что, я люблю когда все по красоте Тем более Я ждал эту машину так долго Так, ну что Устанавливаем нашу защиту первую Заходит идеально Вот здесь проблем нет Я чувствую, что проблемы у меня возникнут С передком Теперь давайте приладим защиту Где она должна быть И посмотрим, куда мы выходим А выходим мы совсем не туда, куда нам надо Алюминиевая защита КПП должна быть Во внутренней части защиты двигателя Если получается ставишь Металлическую защиту Извольте металлическую защиту ставить везде Если уж алюминиевую То алюминиевую везде Хотя, в принципе-то Лекала должны быть одни и те же Надеюсь, все будет видно На камере Вот она внутри Теперь она уже не потеряется Это точно И главное, смотри Здесь такой подшестигранник Ставим его на место Он, получается, должен быть у нас вот здесь Первый есть И второй есть Отлично Где не получается трещоткой Приходится работать рожковым Благо у меня в моем Боксинге для инструментов Который мне подарил на день рождения Ребята Спасибо, ребят Есть Абсолютно все ключи Которые нужны Чтоб свернуть или закрутить Любую гайку Они прям как знали Что я буду этим заниматься Вот так Вообще, я считаю, что в каждом гараже У каждого мужика должны быть свои инструменты Но это лично мое мнение Можете не согласиться И напишите в комментарии Если вы не согласны А если согласны Ставьте лайк И будет вам удача Во всех ваших начинаниях Теперь самое интересное Устанавливаем защиту на место Да, кстати, достаточно легкая В отличие от металлической Ну, конечно, она больше для картера Но там-то я держал ее Прям не изнемогал Теперь порядок К системе выхлопной трубы Чтоб не прикасалось Чтоб ничего не вибрировало И не било Вот в чем беда Этой защитой Я закрыл свои отверстия Просверлить новые В общем, в моем случае С оригинальной защитой В Субаровской Вот, кстати, номер Е515ЕАЛ300 Вот что получается Во-первых, я не хотел бы терять Клиренс вот здесь Благодаря тому, что она так отжалась Вот здесь вот эти вот резинки Они, получается, уже не плотно прилегают Ну, ладно, их можно поджать Самое правильное решение Тот кронштейн, который теперь, получается, будет держать И защиту коробки И защиту картера Легче будет все это дело монтировать И демонтировать Вот так вот Супер Закручиваем Зато теперь будет удобнее снимать И я не потерял Клиренс Все Защита на месте Ура! Ставь лайк Коробка под защитой Все Убираю все инструменты из-под колес Выезжаю и загоняю задом Будем сейчас делать Защиту заднего дифференциала Так, а вот так выглядит наш дифференциал Незащищенный Наша задача его защитить Уже сосиска остыла Что это так долго? Поставь еще 18-й у меня и нету, получается Как нету? А это что? 18-я Как я говорю С этим набором мы свернем все гайки мира Да, парень? Очень надеюсь, что камера все показывает Все то, что я вижу То, что я делаю Закручиваем так же ток, как было Есть! Все, первый кронштейн установлен Теперь определяемся со вторым Он подлиннее Побольше И я думаю, что с ним будет И проблем побольше Когда не получается понять К какому же отверстию Необходимо прицепить данный кронштейн Прикладываем так Как будто бы Мы уже собираем его И что оказывается? Что крепить надо Не с тыльной стороны А с внутренней Вот на вот эти отверстия То получается его туда отдельно поставить Этот кронштейн Но тогда очень тяжелой Великый риск Он вообще может туда провалиться Поэтому очень аккуратненько это надо делать Псимально аккуратно Так Первый есть Всегда как бы склоняюсь к тому Что сделать все самостоятельно Не знаю Мне доставляет это удовольствие Чтобы было ровно посерединке Чтоб никуда не цеплялся Не дребезжал А теперь закручиваем Последние, так сказать, штрихи А теперь мы за свой дифференциал спокойно Не только от камней Снега, грунта Если вдруг сядем на брюхо где-нибудь Она супер крепкая Алюминито Он почему хорош Он не ржавеет Но не должен, по крайней мере Зато может окисляться Есть! Ну защита хороша Главное, в ней может быть свое отражение Привет! Ну я доволен А ты доволен? Собираемся? Ну что, надеюсь, это видео было вам полезно Ставьте лайки Не забывайте писать комментарии Я читаю все И подписывайтесь на канал Ваша подписка Это лучшая поддержка Субтитры сделал DimaTorzok